Пойду-ка я увеличу грудь. Наверное, жизнь наладится. Панченко, тебя мужчины боятся. Что? Я обратила внимание, что за мной следят, и вот какие-то... То есть это был какой-то поклонник. Мы выбрали актера, который любит, чтобы его хвалили. Посмотрите канал Ньюзван. Для вас очень много там полезного. Вы оторвались немножко от действительности. Вообще не люблю обсуждать, обсуждать, обсуждать чью-то внешность, как и, впрочем, личную жизнь. Давайте вашу. Приветствую. Это свежий выпуск программы «Неженский разговор». И сегодня у меня в гостях телеведущая телеканала Ньюзван, девушка, удостоенная титула журналист года Диана Панченко. Здравствуйте, Диана. Здравствуйте. Недавно напали на вашу журналистку с телеканала Ньюзван. Уже нашли нападающего? Ну, я, во-первых, хочу сказать, что Виолетта большой герой. Что стоит заметить, кто это еще не видел, как она вела себя в такой непростой ситуации, когда на девушку, хрупкую, беззащитную, напал абсолютно неадекватный человек. И сегодня отбывается такой загально-национальный флеш-моб. Каждый флеш-моб, когда провел. Она держалась в кадре, она не прекратила эфир, она не расплакалась, как многие девушки, может быть, могли бы это сделать. Профон, мы понимаем, что не работает, мы будем писать на пушку. На нас было сделано напад. Это пример того, что журналист в первую очередь должен быть смелым. Это очень важно. Насколько я знаю, что есть криминальное производство, что в процессе мы, в свою очередь, обратились к генеральному прокурору, мы обратились к министру внутренних дел, чтобы они отреагировали. Я более чем уверена, что должна быть помимо юридической оценки, что должна быть оценка политическая. Я не понимаю, почему президент не отреагировал на то, что произошло, потому что должен был бы. Может ли быть такое, что Зеленский не раз высказывался негативно в сторону телеканала Ньюзван? Возможно ли, что для людей это такое, как зеленый свет? Вы же канал Ньюзван. Так, канал Ньюзван. Канал Ньюзван. Дивите, пожалуйста. Возможно, дивиться, слухать вас складно. Ну, конечно, для таких неадекватов это зеленый свет, безусловно. Более того, я скажу, что вообще то, как эта власть ведет себя с журналистами, это очень показательно. Мы все очень хорошо помним заявление тогда еще главы офиса президента Богдана, который говорил, что журналисты не нужны. Я думаю, что вот как раз это сыграло и еще сыграет с этой властью злую шутку. А Зеленский, который обещал быть не как все, который обещал быть таким простым, доступным, в итоге превратился в такого же, ничем не отличающегося от других, покрытого пылью и какими-то абсолютно несовременными, устаревшими вот такими методами президента. Встречи с избранными каналами, интервью там четырем каналам, где абсолютно беззубые согласованные заранее вопросы, невнятные ответы. Очень жаль, что эта власть, которая в принципе, да, пришла из телевидения, не понимает значимости журналистов. Когда президент говорит, например, на пресс-конференции, там, пытался меня уколоть, сказав, что наши каналы, мол, невозможно, можно смотреть, но невозможно слушать, я всегда, когда мы показываем, например, как в Черниговской области бабушка умирает на лавке, потому что ее не приняли в больницу, как мы рассказываем о том, что и показываем, для президента в том числе, что в больницах из-за недостатка кислородных баллонов люди вынуждены дышать по очереди, а в то же время в коронавирусном фонде деньги пилятся на дороге. Когда мы все это показываем и рассказываем, я бы очень-очень хотела посоветовать и президенту, и людям, которые его окружают, и тем людям, которые в офисе президента отвечают за информационное наполнение, за информационную политику. Посмотрите канал Ньюзван, для вас очень много там полезного, вы оторвались немножко от действительности. Это теплая ванна, в которой президент находится, мне кажется, он скоро в ней просто может свариться. Почему канал ваш не дает журналистам, как минимум, охрану на такие мероприятия? Ну смотрите, насколько я знаю, на каких-то мероприятиях, на которых могут быть люди, ура-патриоты, националисты, на этих мероприятиях наши журналисты, если я не ошибаюсь, все-таки работают с какой-то охраной. Но вы понимаете, что это, во-первых, не так просто каждому журналисту выделить охрану, это, во-первых, деньги, и это, более того, это неправильно, самопостановка вопроса неправильна, потому что, ну, это не просто девушку побили, хотя бить кого-либо, это возмутительно. Мы скатываемся в Средневековье вот как раз из-за того попустительства власти, из-за абсолютной реакции, ну, как бы, отсутствия какой-либо реакции, политической в том числе. И, кстати, очень благодарна спикеру парламента Разумкову, который на согласовательном совете отреагировал на это и жестко осудил то, что произошло, и призывал профильный комитет разобраться, но должен был отреагировать президент. Как вы боретесь со страхом? Ну, страшно. Вот вашу коллегу там избивают и вы. Ну, я бы, знаете, ну, мне кажется, этот вопрос страшно шахтерам, которые работают в каких-то нечеловеческих условиях, страшно медикам, которые сейчас... Вы выходите с работы, садитесь, подходите к машине, темно. Вот как? Все что угодно может случиться? Ну, мы привыкли жить в этой парадигме, я вам честно скажу. Я просто об этом не думаю. Ну, вот вы знаете, это как думать, что вот может случиться что-то ужасное, и мы не думаем об этом. Было ли когда-то страшно? Ну, были, возможно, моменты. Там заходишь в подъезд, видишь какого-нибудь крепкого парня, пробегали иногда такие мысли. Ну, я стараюсь не думать об этом, правда. Иначе, наверное, можно сойти с ума. И главное, что задача ведь этих людей – пошатнуть нашу веру в то, что мы на правильном пути. Вот я этого не позволю никому. Это для меня самое главное – знать, что я на правильном пути. Я думаю, что хейта всегда у всех много, особенно у каких-то таких медийных личностей. Но я уверена, что ваш директ заполнен и комментариями, и письмами о любви к вам, признаниями в любви, просто комплиментов. Как вы реагируете на это? Вам приятно? Вас это вдохновляет? Скажу вам откровенно, вот человек как-то по-дурацки так устроен, человек вообще существо, да, очень странное, что на какой-то негатив реакции больше, чем на позитив. И в какой-то момент, когда ты видишь, ну, какое-то большое количество сообщений, не хочу, конечно, хвастаться, но, слава богу, это означает, что нас смотрят, что мы действительно работаем, это кому-то нравится. Да, много позитивных комментариев я очень ценю, кстати, когда они по сути. Я ценю, когда люди пишут, например, спасибо, что вы вот обратили внимание на ту или определенную тему. Для меня особо ценно, когда нас смотрят и когда мне пишут люди из Донбасса, которые живут на неподконтрольных территориях, эти сообщения для меня самые ценные. Некоторые из этих людей, кстати, когда пишут мне, я там предлагаю им включиться в эфир, не показывая лица, чтобы они не подвергались опасности. Конечно, это есть. Есть ли люди, которые, как вы говорите, признанием любви, там и все прочее, есть. Есть какие-то даже, ну, иногда не совсем адекватные проявления этих историй. И там был у меня случай, когда я обратила внимание, что за мной следят. И вот какие-то, то есть это был какой-то поклонник очень настойчивый. Но когда за тобой следят, это всегда не очень приятно, да. А какие-то там цветы, которые там засовывались в двери, то есть человек как-то вычислил, где я живу, где вычислил якобы по фотографиям моего балкона. Вот эти моменты честно напрягают. Я, например, в последнее время стараюсь не ставить геолокации, где я нахожусь, в момент нахождения, потому что были случаи, когда какие-то люди там, ну, а, Диана, мы вот приехали вас увидеть. Но это всегда приятно, если это по-доброму, если это тепло, я всегда рада. Честно вам скажу, когда есть вот этот фидбэк, безусловно. Ну, неудивительно, что вам признается в любви, потому что вы красивая девушка. Спасибо. Вы тоже очень красивая. Спасибо. В чем ваш секрет красоты? А! Вы знаете, я к этому очень долго шла, вот к этому ответу. И, наверное, еще продолжаю идти. Мне кажется, что секрет красоты в уверенности в себе, это звучит очень банально, это, наверное, звучит так заезжено немного. Но уверенность в себе, хорошая уверенность в себе, правильная уверенность в себе и любовь к себе, это, наверное, самое главное. Отсюда уже все остальное. То есть, когда ты понимаешь, что тебе, например, надо выспаться, потому что сон – это очень важно, особенно когда тебе за 30. Когда ты понимаешь, что, несмотря на плотный график, нужно находить, например, время для спорта, и это то, что я стараюсь делать там на протяжении всей жизни, это вот… Спорт много времени занимает в вашей жизни, да? Ну, смотрите, казалось бы, три раза в неделю, это, ну, там, три раза в неделю, там, по полтора часа – это вроде как не так много, да, но их тоже нужно найти где-то, нужно куда-то вот это время где-то его выкроить. Поэтому, если говорить о каких-то более простых вещах, то это, конечно, сон, спорт и хороший косметолог. Безусловно, я не буду кривить душой, что там огуречные масочки или там еще что-то, там, кефирные какие-то примочки могут кому-то помочь. Нет, конечно, хороший косметолог очень важен и нужен, особенно, когда ты работаешь на телевидении, когда твое лицо постоянно в гриме, это отдельная сложная история. Но я все же считаю, что красота – это больше, чем внешность. Красота – это что-то… Это глаза. Вы знаете, я много видела, казалось бы, красивых девушек, но посмотришь на глаза, а там вот какая-то пустота. А иногда кажется, человек вроде как обычный, вроде как ничего такого, но эти глаза, в которых много всего, в которых такая глубина – это вот самое бесценное. И, конечно, нужно развиваться, нужно понимать себя. Это очень важная история для любой женщины. Я к этому еще прихожу. Нужно узнавать себя, нужно работать над собой и любить себя. Вот последняя, кстати, это часто очень-очень-очень сложная история. В интервью Василию Апасову вы сказали, что ваше сердце свободно, потому что вас невозможно вынести. Почему нельзя вынести? Что это значит? Это шутка. Это была шутка. Это была шутка. Но меня, да, сложно вынести, конечно. Ну, конечно, сложно. Ваше сердце по-прежнему свободно? Нет. Скорее, нет, чем да. Вам приписывают роман с Андреем Пальчевским. Насколько это соответствует действительности? Кто приписывает мне роман с Андреем Пальчевским? Слухи. Слухи? Я очень хорошо, очень уважительно отношусь к Андрею Ивановичу. Он часто в моих эфирах. Действительно, у нас хорошие приятельские отношения. Он очень умный человек, у которого есть чему поучиться. И более того, для меня очень странно, когда я слышу какие-то сплетни в свой адрес, особенно от мужчин. Потому что вот то, что вы называете слухами, это в первую очередь то, о чем говорят почему-то мужчины. Не знаю, то ли это обиженные какие-то гости или не гости в наших эфирах, которым я, может быть, где-то не совсем корректно отказала в походе на ужин или на кофе. Но комментировать слухи, честно, вот даже я не считаю нужным. Правда. Возможно ли дружба между мужчиной и... Конечно. У меня есть лучший друг Ростислав Сухачев. Прекрасный ведущий телеканала ЗИК. Один из лучших ведущих, как мне кажется, вообще в украинском информационном пространстве, с которым мы дружим больше 10 лет. Это один из самых близких людей в моей жизни. И с которым мы очень много лет, и очень много чего прошли, с которым мы работали на двух каналах, с которым мы можем говорить обо всем. Поэтому, безусловно, да. Конечно. Конечно, я верю в дружбу между мужчиной и женщиной. Да. Что вы берете, карьера или семья? Я не хотела бы выбирать. Я люблю брать свое и верю, что у меня получится это соединить, получится преуспеть, если это скорректно в отношении слова «семья», преуспеть в семье, это, наверное, не совсем то слово. Но я все-таки хотела бы, чтобы у меня получилось то и другое, правда, пока получилось только первое. Почему успешные девушки, женщины зачастую одиноки? Ах, это очень сложный вопрос, слушайте. О котором я часто думала. Я действительно знаю очень многих, ну, невероятных женщин, невероятных, красивых, умных, сильных и, главное, добрых, с хорошим сердцем, которые почему-то одиноки. Очень часто это их выбор, кстати. И я очень не люблю, когда, например, в адрес вот таких замечательных женщин слышу какие-то выражения из разряда «Ой, боже, как жаль, она одна такая женщина». Может быть, это ее выбор. Иногда, знаете, быть одной не так уж и плохо. А во-вторых, мне кажется, очень часто сильные женщины почему-то отпугивают мужчин. Вы знаете, я очень часто об этом слышала, там, свой адрес. И искренне скажу, не буду кривить душой, что я там каждый раз удивляюсь, говорю, когда я слышу, там, «Панченко, тебя мужчины боятся». Что? Как боятся? Почему боятся? Я когда-то рассказывала смешную историю, там, мои подруги, друг моей подруги очень хотел со мной познакомиться, значит, ему там нравилось то, что я делаю в телеке. И вот после пресс-конференции Зеленского мне звонит подруга, говорит, там, звонил этот парень, говорит, «Нет, не надо меня с ней знакомить, я боюсь». Ну, возможно, это мой экранный образ, и он каким-то образом, каким-то образом все же... Может быть, это просто слабый мужчина. Несколько искажает представление обо мне как о человеке. А на вопрос, почему часто сильные, красивые, успешные женщины-одинокие, первое, очень часто это их выбор. И второе, все же, знаете, дело иногда в приоритетах. Потому что есть же девушки, у которых, давайте честно, есть девушки, у которых единственный смысл в жизни – это выйти замуж, там, хорошо выйти замуж, там, успешно выйти замуж. Для кого-то вообще хорошо выйти замуж, это значит выйти замуж за человека, который как-то обеспечен. Никогда не смогу понять таких женщин. Поэтому я никогда, например, не преследовала вот самой цели «надо выйти замуж». Может быть, поэтому я не замужем до сих пор. И мне кажется, что вот очень многие эти женщины точно так же живут, развиваются и живут своё удовольствие. Поэтому дело в приоритетах в том числе, наверное. Вот это функция и этого канала, и этой передачи. А чего ж вы сюда пришли? Будьте уважными. Пане Валерию, чего вы сюда пришли? Иде на керівництво Украины. Я свой вопрос. Який нас ображают до побачення. Людина, яка ещё есть сексистом и называет наших гостей барышнями, не будет в этой студии... Вы много общаетесь с политиками. Ваш вердикт – можно политикам доверять? Нет. Вы же знаете их лично, нельзя. Есть ли политики в Украине, которых я считаю порядочными и умными, есть? Если говорить в общей массе, очень часто, очень часто, я не хочу сейчас называть фамилии, это люди, которые так далеки от своего экранного образа, что вы даже себе не представляете, насколько есть один человек, один достаточно известный политик, о котором я слышу, например, вот какой он умный, интеллигентный, такой простой, заботливый, близкий к людям, а в обыденной жизни это человек, который совсем другой, очень резкий, очень где-то мелочный, который очень амбициозный в нехорошем смысле этого слова, для которого цель всегда оправдывает средства. Очень часто люди заблуждаются, и, конечно, экранный образ политика не всегда отвечает действительности. В экране нужно быть собой? Что? В экране? Я всегда думаю, что я всегда в экране чувствую себя собой, да, в кадре, да. Но тем не менее вас боятся мужчины и считают вас вот прям... Это другое немножко, понимаете? Ну, смотрите, личность же всегда многогранна, любая личность многогранна. И я знаю не одну женщину, успешную там в бизнесе или в каких-то других сферах, в карьере, которая может быть на работе достаточно жесткой, где-то может быть иногда чересчур, но при этом это крайне ранимая в личной жизни женщина, очень ранимая, очень чувствительная, требующая там любви и заботы. Иногда это сложно, честно скажу. Иногда сложно, как бы не всегда мужчины понимают, что вот за этой вот, казалось бы, такой маской красивой и стальной скрывается вот очень на самом деле ранимый человек. Ну, вот как-то так. Вы верили, что с приходом Зеленского в стране что-то изменится? Нет. Смотрите, что изменилось в лучшую сторону, мне кажется, что все-таки нас стали меньше раскалывать. У нас меньше стало разжигание рознь, меньше стало всего того ненужного, что мы называли армия умова вера, хотя это по-прежнему присутствует, но в меньшей степени. И очень часто президент в своих новогодних поздравлениях еще в каких-то интервью говорит о том, что нас нужно объединять, но при этом, например, допускает выражение из разряда за одного нашего солдата мы готовы отдать 100 беркутовцев, хотя беркутовцы это тоже наши граждане. Зеленский изменился. Почему? Я не думаю, что он изменился. Я думаю, что мы просто, те, кто думает, что он изменился, плохо понимают, кем он был. Мы выбрали актера, который любит, чтобы его хвалили. Вот эти видосики, которые мы наблюдаем, вот это абсолютно неадекватный этот подход к происходящему. Как вы знаете, ковид-19, на жаль, не оминув и меня, но чувствую себя достаточно хорошо. Когда-то приводила в пример Ангелу Меркель, которая обратилась к нации впервые за время нахождения на должности канцлера, впервые в разгар пандемии коронавируса. И тогда она сказала абсолютно серьезно, сдержанно и очень ясно. Мы на пороге самых больших вызовов со времен объединения Германии. Нет, со времен Второй мировой войны. Со времен Второй мировой войны. Это послание к нации лидера. Это послание к нации государственного деятеля, человека, который живет своей страной. Как вы относитесь к ковид-диссидентам? Плохо. Я отношусь плохо к ковид-диссидентам, я отношусь плохо к антипрививочникам. Я считаю, что это люди не совсем понимающие ситуацию и легкомысленно. Легкомысленно ли прививаться вакциной, которая сейчас... У нас нет вакцины. Нет зарегистрированной вакцины до сих пор. Единственная вакцина, которая зарегистрирована в своей стране, это российская вакцина Вектор В, которую, как мы уже услышали от нашей власти, мы не получим. Мы почему-то делаем крайне странные выводы и заявляем о том, что российскую вакцину мы ни в коем случае покупать не будем. Украина должна договориться, чтобы вакцина была с Россией, да? Я считаю, что нужно сделать все для спасения жизни и здоровья наших граждан. Россия единственная страна, которая на данный момент готова была бы нам обеспечить какое-то количество вакцин. Более того, в Украине есть мощности для того, чтобы наладить совместное производство. Я очень боюсь, что когда вся Европа будет привита, а мы нет, мы окажемся просто вот, не дай бог, зоной, в которую нельзя ни въехать, ни выехать из нее. Это было бы очень, очень страшно, и я очень надеюсь, что такого не случится. Ну, я скажу за вакцинирование. Лично я боюсь, что вакцинирование будет принудительным. Ну, слушайте, во-первых, я думаю, что, скорее всего, нам просто не хватит вакцины. Я больше, чем уверена, потому что из того, что мы сейчас знаем, мы идем по программе COVAX, и речь идет о 8 миллионах доз, 8 миллионов, причем их хватит на 4 миллиона человек, потому что нужно 2 вакцины на одного человека. Ну и представьте себе 4 миллиона на… Мы не знаем, сколько миллионную страну, у нас так и не проявили на должном уровне перепись, если представить, что у нас 40 миллионов человек, хотя, я думаю, у нас гораздо меньше, привитыми могут быть 10%. У меня страх идет из предположения, потому что я не утверждаю, но бытует, скажем так, мнение, что ковид запустили. Кто запустил? Не знаю. Есть такие страхи в обществе, скажем так, и, может быть, из-за этого потом специально запустят вакцинирование? Я просто не люблю говорить о том, о чем я не знаю, и никто из нас не узнает. Но я знаю очень много людей, которые очень сильно пострадали от коронавируса. Кто-то несколько месяцев испытывает крайнюю слабость и не может вернуться к жизни. Кто-то, к сожалению, у меня есть такие знакомые, потерял родителей. А кто-то под ИВЛ и еле выкарабкался из этой ситуации. Мне кажется, что, коль мы уже стали заложниками вот этой сложной, очень непростой пандемии, то мы должны думать только о том, чтобы как можно больше людей смогли избежать этого. Вернемся к вашей работе. Давайте. Вас изменило телевидение? Да. Как? Телевидение не может не изменить. Телевидение – это же не работа, это, я уже говорила когда-то, это образ жизни. Это накладывает отпечатки. Ну, например, я привыкла все делать быстро, я быстро ем, быстро говорю, быстро хожу. То есть, поэтому мне где-то сложно вот с людьми, там, флегматиками или достаточно такими людьми, которые привыкли жить, говорить и думать размеренно. Телевидение – это очень стрессовая работа. Очень стрессовая. Возможно, одна из самых стрессовых. И нужно быть готовым к тому, что к определенному моменту вот твоя нервная система будет немного расшатана. И не всегда твои близкие к этому готовы. Почему именно журналистика? Ну, я ничего другого не умею. Я не знаю, я просто ничего другого не представляю. Легкий ответ, но золотая медалистка, умная девушка. Не связано ли это вот с такой заниженной самооценкой, что просто ты выходишь, я ничего больше не умею? Слушайте, сложный вопрос. Вы знаете, мне просто очень повезло. Я никогда не сомневалась, чем я хочу заниматься. Ну, я никогда не сомневалась. Я очень хорошо помню сочинение в каком-то втором классе, где я писала, что я хочу работать на телевидении. Я тогда помню, писала, я хочу, чтобы меня увидели много людей. Вот до сих пор этого мне, наверное, где-то... Зачем? Вот зачем? Зачем? Для самоутверждения. Что это? Телевидение — это же магия. Телевидение — это какой-то необъяснимый абсолютно волшебный процесс, который увлекает на всю жизнь, если ты попадаешь туда и если тебе это нравится. Вот вы почему на телевидении? Мне нравится. Вот и мне нравится. Я люблю делать то, что мне нравится. И не представляю ничего другого для себя. У меня есть второе образование юридическое, которое я получила ну, просто для того, чтобы расширить как бы область своих знаний. Представим, что у вас есть своя партия. Как бы она называлась? Ой, какой вопрос интересный. Я об этом не думала. Она бы точно не называлась «Партия Дианы Панченко», потому что мне кажется, что в Украине достаточно партий лидерских, а вот идеологических партий нам как раз не хватает. Это было бы что-то о людях и для людей, наверное. Мне кажется, что у нас все же не хватает партий, которые в основу своей работы ставили бы человека, простого человека. Какая была бы избирательная программа? Слушайте, я об этом не думала, я же не политик, не собираюсь идти в политику. Пофантазируем. Ну, я бы точно обратила внимание на три важных вопроса, на которые, мне кажется, почему-то власть внимания не обращает. Это первое. Я не понимаю, кто мы, куда мы идем и какой экономический вектор эта власть выстраивает. Какие сферы промышленности мы развиваем, а какие нет. Мы потеряли 7% за три квартала 2020 года, и по ключевым отраслям катастрофическое падение. Я не слышала ни от президента, ни от премьер-министра, что они собираются делать с промышленностью. Мы просто хотим все закрыть и продать, или мы собираемся что-то делать? За счет чего мы собираемся вообще зарабатывать, когда у нас 60% доходной части бюджета – это кредиты? То есть что мы можем, кроме того, чтобы с протянутой рукой просить денег у МВФ? Это в первую очередь экономика, конечно, экономика и промышленность в том числе, которая в том числе, как мне кажется, невозможна без восстановления отношений с Россией. Так уж сложилось исторически, что мы много лет, наши экономические связи работали, и это было важной составляющей экономики, сотрудничества с Россией. И с Россией, и с Белоруссией, с которой фактически мы сейчас разрываем отношения своими бездумными заявлениями. Ну вот так. Пока самое главное – это угодить МВФ, угодить нашим кредиторам, продать землю, легализовать марихуану, открыть казино. Печально. Мне, как гражданину, печально за этим наблюдать, честно говоря. Мне очень страшно, когда мы просто показываем сюжеты из жизни обычных людей. Вот недавно в нашем эфире был небольшой сюжет о пенсионерке, украинской пенсионерке, которая живет на 1700 гривен пенсии. Ей нельзя пересылать деньги на карточку. Да, кстати, я сделала пост в своем Фейсбуке. Кто хочет, обратите внимание, там, среди прочего, реквизиты нашей журналистки и возможность помочь этой самой бабушке. Я знаю, что таких бабушек сотни тысяч. И, к сожалению, наши пенсионеры сегодня на грани выживания. Мы живем в стране, в которой человеческая жизнь ничего не стоит. Мы живем в стране, в которой человеческая жизнь почему-то не имеет ценности. Это самое страшное. Плакать хочется. Да. Очень часто. Я не допускаю слез в эфире. Кстати говоря, ну, есть же прецеденты, да, когда украинские ведущие плакали в эфире. Я не допускаю, не позволяю себе. Но иногда бывают моменты, когда расплакаться хочется, честно вам скажу. Только отдавая, на самом деле получаешь. Только делая добрые дела, на самом деле можно почувствовать, для чего стоит жить. Перенесемся в студию вашего канала. А как вы выдерживаете, удерживаете вот такое количество людей? Гостей в вашем шоу? Гостей, да. Разные бывают гости. Выдерживаю, удерживаю. Как? Как могу. Ну, то есть потом выходишь и как успокаиваетесь? Или, может быть, вы выходите и сбрасываете это все с себя? А это невозможно сбросить. Нет, это невозможно сбросить. Шоу – это всегда огромный всплеск адреналина. Всегда. То есть, вот, например, у тебя эфир, и если ты, не дай бог, заболел, ты выходишь в эфир, у тебя пропадает температура. Ну как, нет, ты чувствуешь себя плохо. Но, тем не менее, вот на эти 4 часа или 5 часов ты забываешь обо всем. Ты в этом, ты сосредоточен. У тебя перестает болеть голова, если она болела. Просто на адреналине. И то же самое касается ситуации модерирования эфира. Иногда это непросто. Иногда ситуация выходит из-под контроля. Конечно, мы заинтересованы вместе с тем, чтобы дискуссия была активной. Хорошо ли, когда гости в студии дискутируют и делают это активно, попросту говоря, ссорятся? Да, хорошо, люди это смотрят. Хорошо ли, когда этот диалог конструктивен? Да, плохо, если нет. Я стараюсь пресекать любые попытки переходить на личности, например, в наших шоу. Приходишь домой после шоу, ты, конечно, еще на взводе. Какое-то время ты понимаешь, что тебя еще колбасит. Как вы переключаетесь? А невозможно переключиться. Ты просто не засыпаешь до 2-3 часов ночи. Ходишь по комнате, звонишь друзьям. Если я хочу переключиться, я читаю стихи. Вот для меня это такое... Либо вспоминаю, что я помню про себя, либо читаю. Чьи стихи любите? Цветаева, Ахматова и Бродский. В первую очередь Бродский. Ну, вкусы меняются со временем. Я... Вот Ахматова, это такая моя большая любовь, лет там... С 13-ти я зачитывалась Ахматовой. Я очень много когда-то помнила наизусть. Сейчас гораздо меньше. И Цветаева тоже. И Бродский, это такое открытие уже чуть немного более зрелом в возрасте. Я много чего могу называть. Конечно, Лермонтов. Это тоже такая любовь подростковая. Но это иногда позволяет переключиться. Вот это вот такой мой способ переключиться, да. Фильм или книга? Книга. Книга. Не всегда нахожу в себе даже вот... Вы знаете, чтобы посмотреть фильм, нужны же тоже какие-то усилия. Может, кому-то это покажется странным, то, что я сейчас говорю. Но когда ты работаешь с огромным количеством информации, в том числе визуально, ты просто приходишь домой и смотришь, и любимый твой фильм «Потолок». И ты смотришь в потолок. Ну, вот так. Или лежишь в тишине, в темноте. И ты понимаешь, что тебе нужно полежать в тишине и в темноте. И тебе хорошо. И тебе хорошо, да. Не дай бог, кто-то сейчас меня пожалеет, если те, кто нас смотрит, подумают, господи, какой кошмар. Ну, это издержки профессии. Вам важно побыть одной, да, иногда? Иногда, ну, конечно, я думаю, всем иногда нужно быть. Есть люди, которые не умеют находиться в одиночестве. Мне кажется, что это проблема. Если человек понимает, что ему тяжело в одиночестве, значит, нужно подумать. Он, наверное, боится встретиться сам с собой. Это «я хочу побыть один, но не в одиночестве». Как-то так. Я, как мне, как и многим другим людям, особенно людям, которые работают в таких сферах, которые связаны с работой, с людьми, конечно, нужно иногда быть в одиночестве. Всем иногда нужно быть в одиночестве. Чтобы хотя бы услышать себя, поговорить с собой, это уже очень полезная вещь. Вернемся к самооценке. Да. Если человек себя любит. Женская программа, девушка себя любит. Зачем ей менять свою внешность? Смотрите, любовь к себе – это незавышенная самооценка. Это не какое-то вызывающее поведение, например. Это то, что внутри. Очень часто люди путают понятия. Я вам скажу, что я до сих пор прихожу к осознанию вообще понятия «любовь к себе». И, наверное, еще не пришла. Я в процессе. Потому что любовь к себе – это что-то безусловное. Это значит любить себя вне зависимости от того, чего ты достиг. Какая у тебя зарплата? Как много у тебя за плечами? Смог ли ты себе позволить что-то купить? И так далее и тому подобное. Это безусловно. Любить себя – это просто любить себя, потому что ты появился на этот свет, и ты живешь для чего-то. И каждый для себя должен ответить «для чего?» Или не ответить. Тоже неплохой вариант. Для чего девушки меняют внешность? Ну, очень часто, наверное, это комплексы. А очень часто это необходимость. Я ничего плохого не вижу в том, что если у девушки, например, там, я не знаю, там, оттопыренные уши, чтобы она там поработает над тем, чтобы были именно те уши, с которыми она себя видит. Да, у каждого есть какой-то образ себя. Конечно, иногда печально, когда красивые девчонки уродуют себя каким-то невероятным количеством гилауроновой кислоты и прочих манипуляций. Такое случается. Это какая-то вот такая, какое-то помешательство, кстати, которое мы наблюдаем в основном в славянских странах, если обратить внимание, там, и в Европе, и в США. Это уже давным-давно прошли, это уже давным-давно не в тренде. Поэтому я не люблю, честно говоря, кого-то осуждать. Я, когда, например, вижу человека, который, например, полностью в татуировках или у него там пирсинг по всему телу, я никогда не осужу этого человека. Если ему хочется так самовыразиться, значит, ему так хочется. Вообще не люблю обсуждать, осуждать, обсуждать чью-то внешность, как и, впрочем, в личную жизнь. Давайте вашу. У вас есть пластические операции? Я не обсуждаю вот эти темы. Я не обсуждаю темы, которые касаются чего-то совсем личного, которые касаются здоровья. Считаю ли я, что пластические операции это... Ну, считаю ли я, что в этом нет ничего зазорного? В этом нет ничего зазорного. Думаю ли я о том, что если девушке что-то хочется изменить в себе, как я уже говорила, то, конечно, да. Мы же, например, ходим в спортзал. Простите, но для того, чтобы выглядеть хорошо сегодня, нужно над собой работать. Я достаточно легко к этому отношусь. А если у меня пластические операции или нет, пускай зрители сделают выводы самостоятельно. Женщина должна же быть загадкой, как-никак. Если вы увеличили себе грудь и стали себе нравиться больше, ничего плохого в этом не вижу. Я считаю, что это абсолютно нормально. Если вы себя видите именно так... А поможет ли вам это в личной жизни, например? Или вот если вы думаете, вот у меня все плохо, замуж меня никто не берет, на работе тоже не очень, пойду-ка я увеличу грудь. Наверное, жизнь наладится. Конечно, не наладится. Но если вы смотрите на себя в зеркало и рассчитываете абсолютно трезво и здраво, там какие-то, видите свои пропорции, и думаете, что вот, может быть, здесь можно где-то убрать, можно где-то сбросить, нужно где-то подкачаться, и нужно что-то, возможно, изменить. Ничего плохого в этом не вижу. Мы же живем, ну, слушайте, на 21 век на дворе, и я думаю, что вообще в будущем отношение к внешности вообще очень изменится. Посмотрите, например, на модели, которые сейчас шагают по подиуму. Абсолютно такие андрогинные существа, инопланетная какая-то такая интересная внешность. Это говорит о том, что подходы меняются, отношение к внешности меняется. А сейчас же в тренде какие лица в первую очередь? Вот как вы думаете, какие лица в тренде? Ну, сейчас прям вот в тренде... Интересные, интересные, необычные. И сейчас естественность все равно. Да, но тем не менее, посмотрите, у нас даже очень много моделей, которые выглядят нестандартно, с какими-то там... Ну, так я об этом и говорю, это за принятие себя. Они-то себя не переделывают, и люди за это их любят. Да, да, я об этом тоже говорю. Если бы эта модель сделала себе... Я за свободу. Я за свободу. Я за то, чтобы если человеку хочется что-то в себе изменить, чтобы он в себе это что-то менял, если это, конечно, осознанно, если он понимает, что это не борьба с какими-то комплексами. Вот и все. У нас есть блиц. Да. Патриархат или феминизм? Ни то, ни другое. Продолжите фразу. Главное в жизни это... Здоровье близких. Я мечтаю о... Я мечтаю о... О свободе. Если бы вам сказали, что до конца жизни вы можете есть только один продукт, что бы это было? О... Это были бы либо яблоки, наверное. Наверное, это были бы яблоки. Назовите женщину, которая для вас является примером. И почему? Нет таких женщин. Я думаю, что очень многими женщинами в украинском политикам и шоу-бизнесе можно восхищаться. И мне очень нравится... Мне очень нравится Ангела Меркель. Мне очень нравится, например, Юлия Тимошенко как образ, как женщина, как символ в украинской политике. А мне очень нравятся, например, люди, с которыми я работаю. И у меня среди знакомых есть женщины, которые для меня пример. Которые классные профессионалы, которые успевают при этом и заводить семью, и рожать детей. У меня есть такая подруга. Кстати, я думаю, если она посмотрит, она поймет, что это речь о ней. Поэтому... Ну а вот так, чтобы создавать себе вот какой-то идеал, к которому там стремишься. Мне очень нравится Тина Канделаки, например. Это сильная и успешная женщина. Мне очень нравится Ксения Собчак за смелость, которую она проявляет в своих интервью и вообще в том, что она делает. Поэтому много-много, конечно, таких примеров. Через 20-30 лет как вы себя видите? Какая картинка у вас появляется? Это мне будет сколько? Через 30 мне будет 62. Я надеюсь, что я еще буду работать. Да. И, возможно, я смогу научить кого-нибудь чему-то полезному. Это было бы здорово. Мне кажется, что передавать опыт – это вообще отлично. Это очень хорошо. Это очень помогает. Это очень правильная история, когда ты понимаешь, что тебе есть чему научить людей, которые хотят чему-то научиться. И последний вопрос. Какой должна быть настоящая женщина? Настоящая женщина никому ничего не должна и даже себе. Она не должна себе быть, например, хорошей хозяйкой или профессионалом в своем деле. Если ей хочется путешествовать и ничем не заниматься, если ей действительно этого хочется, она будет путешествовать. Если ей хочется строить карьеру, она будет строить карьеру. Если ей хочется заниматься с детьми и не работать, она найдет для себя какую-то возможность делать то, что ей хочется. Настоящая женщина никому ничего не должна. Спасибо вам за интервью. Спасибо вам. Было очень интересно. Спасибо. Спасибо. Ну, а я напомню, что меня зовут София Макаровская. Это «Неженский разговор». И сегодняшний гостью была Диана Панченко. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok